Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Израильская полиция провела секретную операцию, в ходе которой, благодаря спецагенту, задержала в разных районах страны более 30 подозреваемых в сексуальных преступлениях в возрасте от 20 до 70 лет. Все эти преступления предполагались против несовершеннолетних. А с нами на связи пресс-секретарь полиции, майор Михаил Зингерман. Михаил, рад приветствовать. Добрый день! Добрый день! Михаил, скажите, пожалуйста, что это была за спецоперация и почему возникла вообще необходимость в ее проведении? И вообще ведется ли в полиции, может быть, какая-то статистика сексуальных преступлений против несовершеннолетних, совершаемых с помощью социальных сетей? Ну, вы знаете, спецоперация, это, конечно, речь идет о задействовании тайного агента. Здесь, именно в этом деле, огромный промежуток времени, это практически полгода, длилась скрытая работа полиции, задействование тайного агента. Причем задействовалась полицейская девушка, которой чуть более 20 лет. Она представлялась в социальных сетях девочке, которой 12 лет. Для этого, вы знаете, была полицией оборудована специальная комната, такие даже детские цвета, чтобы было понятно потенциальным преступникам, что речь идет действительно, да, о девочке, которой 12 лет. Это наша полицейская, она была обучена всем слингом, именно как разговаривают дети, какие именно слова употребляют, и как нужно разговаривать, и вести себя, и так далее. И вы знаете, конечно, то, что вы задали этот вопрос, насчет почему возникла необходимость, конечно же, да, действительно, это сейчас бич. Это очень огромное количество преступлений, которые связаны с педофилией. И это не только в Израиле, это по всему миру. Огромное количество людей, преступников, которые именно занимаются распространением материалов, которые связаны с педофилией. И, естественно, тем, что они пытаются завести определенные связи с детьми, которым 10, 11, 12 лет. Это неважно, девочки или мальчики. И затем, кроме этого, они просят, и не просто просят, а еще и угрожают при этом встретиться физически. И там, не дай бог, происходят очень серьезные, очень опасные вещи. Вы знаете, я недавно совсем рассказывал, было определенное даже дело, которое завершилось обвинением в изнасиловании. То есть преступник, который совершал изнасилование, он был за это обвинен, и эти действия были все произведены в социальных сетях. То есть мы, допустим, говорим о том, что и очень часто граждане предполагают и понимают, что изнасилование — это какой-то физический однозначно акт, который должен произойти именно при сексуальном контакте. Однако здесь, в то время, когда этот преступник заставлял детей выполнять определенные вещи сексуального характера со своим телом, и при этом угрожал им, угрожал им тем, что он расскажет о том, что он видел их в обнаженном виде и так далее, родителям, друзьям, родственникам, сокурсникам в школе или в других заведениях и так далее. И он за это получил обвинение в изнасиловании. Поэтому это очень серьезный вид преступлений, которым мы занимаемся. И после того, как мы собрали оперативную информацию, которая говорила о том, что огромное количество людей находится в определенных чатах и занимается этими видами преступлений, было принято решение задействовать этого тайного агента, девочку, которой 12 лет. И вы знаете, моментально, как только она вошла в эти чаты, которые мы действительно получили в результате оперативной работы, сразу же посыпались десятки, сотни предложений, откликов от этих людей, от потенциальных преступников, которые предлагали и встретиться, которые посылали материал. Ребенку, которому, зная прекрасно, что ребенку 12 лет, требовали общения, требовали и просили, чтобы показала девушка, девочка, обнаженное свое тело, чтобы сделала определенные вещи, требовали физических встреч и даже были несколько подозреваемых, которые угрожали, угрожали девочке тем, что они расскажут о том, чем, в кавычках, она занимается, расскажут родителям, расскажут школьникам, тем, с которыми она учится, то есть манипулируя при этом определенными вещами, думая о том, что в конечном итоге действительно, да, перед ними 12-летняя девочка, и можно манипулировать ей, можно угрожать ей, им можно требовать встретиться. Вы знаете, после того, как были собраны эти улики, доказательства против подозреваемых, а это, как я уже сказал, длилось практически полгода задействования тайного агента, нашей полицейской, еще раз повторю, было следствие уже переведено в открытую фазу вчера, были произведены аресты, более 30 подозреваемых, вы совершенно правильно заметили, были арестованы вчера, причем это люди разброс возрастной от 20 до 70 лет, представляете, со всех уголков страны, очень тяжелое, с нашей точки зрения, опасное преступление, эта группа сейчас этих людей, она нейтрализована, следствие продолжается, и в принципе я вам скажу, что вот это задействование тайного агента в социальных сетях, в этих чатах, где находятся педофилы, которые представляют действительно очень серьезную угрозу здоровью, психическому здоровью наших детей, безопасности наших детей, эта работа, конечно, она будет продолжаться, это задействование тайного агента, оно позволяет нам в определенный довольно быстрый срок все-таки собрать доказательства и нейтрализовать огромное количество этих преступников, которые являются педофилами. Михаил, но известно хорошо, что подобного рода работа полиции ведется уже не первый год, был даже создан специальный отдел, на моей памяти в 2018 году была проведена подобного рода операция, тогда сотрудница полиции имитировала, что она 13-летняя девочка в социальных сетях, все очень похоже. Вообще, что считается критерием в полиции, критерием успеха подобного рода операций? Количество задержанных потенциальных педофилов или просто количество предупрежденных людей, детей, родителей? Вы знаете, да, действительно, это комплекс, комплекс работы, комплекс мероприятий. Вы понимаете, дело в том, что сейчас во время задействования тайного агента было арестовано более 30 подозреваемых, это, вы знаете, это подозреваемые, от которых мы оградили наших детей. Задействование тайного агента. Вы понимаете, дело в том, что каждый ребенок, не дай бог, большое количество детей могло попасться просто в руки этим преступникам, педофилам, которые сейчас благодаря задействованию тайного агента, они нейтрализованы, они арестованы. Поэтому это первое, конечно, это важнейший вопрос. И второй вопрос, конечно же, это то, что все-таки общественное мнение, наши граждане прекрасно видят, прекрасно понимают эту работу, и родители, и дети прекрасно понимают в результате этой работы, в результате этих действий опасность, опасность этих преступлений, потенциальную опасность для детей. Это, конечно же, вы знаете, сейчас физический мир, тем более во время коронавируса. Вы знаете, я думаю, что люди, которые слышат нас в других странах, прекрасно понимают, что огромное количество людей, детей, которые сейчас и на дистанционном обучении, и так далее, и не ходят в школу, и находятся практически постоянно дома, а родители, если находятся на работе или в каких-то других местах, то есть ребёнок остаётся сам с собой или со своим компьютером, или с мобильным телефоном, в который он входит и начинает общаться с определёнными людьми, людьми, которые представляют страшную потенциальную опасность для ребёнка, тем более, когда мы говорим о ребёнке, которому 12 лет. Представляете, если попадается в руки преступника, который заставляет его совершать определённое сексуальное действие со своим телом для того, чтобы получить удовольствие, причём угрожая при этом ребёнку. Представляете, какое-то страшное, опасное влияние на психику ребёнка, и что будет дальше, и какие будут, не дай бог, дальше последствия. Поэтому, конечно, мы говорим родителям постоянно, самое главное, вы знаете, это очень банально, то, что я сейчас говорю, но это очень важно, вы знаете, нужно постоянно держать руку на пульсе, что касается того, чем занимаются ваши дети. Вы знаете, в комнате, вы находитесь в своей спальне родителей, в соседней комнате, в детской комнате по отношению к вашему ребёнку, в то время, когда вы там находитесь, и ваш ребёнок находится рядом в вашей квартире за стенкой, за стеной, против него могут происходить самые страшные, самые опасные преступления. Поэтому ваша задача, ваша задача родителей, самых близких людей, вы практически постоянно находитесь рядом. Полицейский не может находиться в вашей квартире и находиться постоянно рядом с вашими детьми. Вы должны, как родители, сделать всё для того, чтобы оградить вашего ребёнка от этих преступников. Поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе, нужно делать определённые вещи, возможно, которые окажутся некрасивыми, нечестными и так далее. То есть нужно, всё-таки мы говорим, проверять мобильные телефоны, что там делается, чем занимаются дети в мобильном телефоне, с кем разговаривают, с кем общаются. Спрашивать детей об этом, стараться забирать мобильный телефон ночью, не давать разговаривать с детьми, особенно которым 12-13 лет, это люди, которые подвержены вашей власти, на которых вы можете повлиять. Забирайте в них хотя бы ночью мобильный телефон, чтобы они в ночные часы могли ним пользоваться. Хотя бы в этом плане, в этот часовой период оградить детей от преступников, которые действуют, которые действуют постоянно. Этот мир виртуальный, он очень жесток, это очень опасно, это может повлиять очень серьёзно на наших детей. Поэтому это очень важный вопрос, это комплекс работы, и действительно то, что полиция сейчас сделала, арест этих более 30 подозреваемых, педофилии и сексуальных преступлений против ребёнка, в данном случае против девочки 12-летней, которая была задействована в результате работы тайного агента полицейской. Всё-таки, вы знаете, мы предотвратили, я думаю, большое количество преступлений по отношению к нашим детям. Будем продолжать, будем продолжать в этом плане работать, это очень серьёзная, это очень важная работа. Ну вот как бы в подтверждение того, что вы рассказали относительно необходимости, чтобы родители контролировали компьютеры, телефоны своих детей, можно привести вот одну из последних историй. На юге страны, я не буду говорить, в каком городе, на юге страны, полиция задержала двух 15-летних подростков, которые совершали насильственные действия по отношению 10-летней девочки, и как раз её мама увидела эту переписку, грязную переписку в телефоне, обратилась в полицию. Да, действительно, совершенно верно. Вы знаете, очень опасные преступления. Эти преступления, опять же, повторюсь, они происходят во всём мире, это не только Израиль. Конечно же, мы сейчас говорим о нас и двое 15-летних подростков, которые нашли и которые стали общаться с 10-летней девочкой по социальным сетям. То есть они с ней познакомились, начали предлагать встретиться, и после встречи были совершены очень тяжёлые, очень опасные сексуальные преступления по отношению к 10-летней девочке. Представляете? И действительно, да, вы совершенно правы, мать увидела мобильный телефон, увидела эту переписку в определённых чатах, в определённых аппликациях, и сразу же обратилась в полицию. И полиция в результате довольно быстрой работы, она сумела нейтрализовать этих подростков, они арестованы. Я думаю, в ближайшее время будет подано обвинительное заключение против них. Знаете, очень важный момент, у нас же сейчас работает служба 105, это такой центр, дежурная часть, в которую может любой ребёнок или родитель, любой из родителей позвонить по любой проблеме в любое время дня и ночи, 24 часа, и рассказать о любой проблеме, которая связана с уголовными преступлениями или какими-то насильственными преступлениями по отношению к детям, которые происходят в социальных сетях, в виртуальном мире. Там в этой дежурной части 105 работают и полицейские, работают и психологи, работают социальные работники, которые могут дать ответ на любой вопрос. Я вам скажу, что благодаря этой службе, дежурной части 105, этому телефону мы раскрыли огромное количество преступлений против детей, которые происходили в виртуальном мире. И это очень эффективное подразделение, поэтому граждане наши об этом знают, знают об этом телефоне и обращаются к нами, поэтому, конечно, да, действительно, просим обращаться по этому телефону. Михаил, вопрос, который я сегодня не могу не задать. Коронавирус – главная тема всех, наверное, мировых средств массовой информации. Про вакцину я спрашивать вас не буду, я спрошу о действиях полиции израильской. Сейчас разного рода послабления введены, много жалоб, в том числе в социальных сетях, много примеров, что полиция якобы просто-напросто зверствует против малых бизнесов. Насколько это может соответствовать действительности и, может быть, раздувают огонь там, где полиция действительно выполняет свои функции так, как надо выполнять? Полиция не зверствует, конечно. Полиция выполняет свою работу, работу, которая действительно очень важна. Самая главная задача работы полиции, самое главное, в чем она заключается, это обеспечить здоровье нашей нации, здоровье наших людей. Поэтому здесь, конечно, полиция действовала, действует и будет действовать бескомпромиссно, решительно. И я вам скажу, что санкции очень серьезные применяются полиции. Полиция – это единственный орган, который может и который имеет право это делать. И я вам скажу, вы понимаете, психология людей, она заключается в том, что должен быть такой орган. То есть, если люди не знают, вот вы знаете, мы говорим о масках, мы говорим о собраниях людей, о расстояниях между людьми, которые, вещи, которые простые, которые нужно соблюдать для того, чтобы обеспечить здоровье. То есть, в принципе, люди все это понимают. Но когда они не знают, в тот момент, когда они не знают, что есть орган, полиция, которая может за это, за невыполнение этих указаний, выписывать штрафы, накладывать определенные очень серьезные санкции, люди расслабляются, люди не одевают маски, люди не собирают, не соблюдают расстояния, нарушают количество собрания людей. Это психология людей, поэтому мы там находимся. Полиция выписывает штрафы, будет выписывать штрафы. Есть определенные, конечно, вещи, которые нам доставляют определенные трудности, есть определенные моменты. Однако мы обязаны это делать. Единственный орган – это полиция. Я думаю, вы знаете и вы видите, что те результаты, которых все-таки мы сейчас добились, несмотря на непростую такую ситуацию, мы видим, естественно, уменьшение. Уменьшение – очень серьезное количество инфицированных в Израиле. И я вам скажу, что это во многом благодаря полиции, работе полиции, потому что полиция не прекращает, причем, вы знаете, мы не прекращаем и работу по выполнению своих классических обязанностей. И вот то, что я вам сейчас рассказывал о борьбе с педофилией, и тайные агенты, и другие преступления. То есть израильская полиция, конечно, работает на износ, работает тяжело, но выполняет все необходимые свои функции. Вот за последние выходные, я вам скажу, 3800 штрафов было выписано в общей сложности полицейскими, причем 3400 из них – это за неношение масок. Продолжается, продолжается это нарушение, продолжается нарушение, которое связано с несоблюдением правил изоляции, карантина. Люди, которые должны находиться в изоляции, они иногда позволяют себе выйти из дома, нарушить, не находиться в изоляционных условиях, поэтому и здесь выписываются штрафы, выписываются штрафы против руководителей определенных заведений, которые производят нарушения. Поэтому продолжаем в этом плане работать, и действительно, это важнейший участок работы. Опять же, вы знаете, все главное подчиняется здоровью людей, поэтому это будет продолжаться. И вы знаете, я вам скажу еще, многие даже коллеги к нам обращаются из европейских стран, из стран бывшего Советского Союза, звонят, спрашивают, как вы все-таки работаете в таких условиях, и как вам все-таки удается сделать так, что несмотря все-таки демократическая страна, то есть люди, они определенным образом могут выражать свое нежелание, непонимание, нежелание подчиняться и так далее, как вам все-таки израильской полиции удается применять санкции, делать все для того, чтобы сохранялся порядок, для того, чтобы в этом плане, в плане выполнения всех указаний правительства Министерства здравоохранения, что касается коронавируса, все-таки было очень серьезное продвижение. Такие, да, мы действительно рассказываем, как мы работаем, работаем непросто, работаем, естественно, профессионально, эффективно, решительно, бескомпромиссно, и результаты этой работы видны, результаты действительно неплохие. Михаил, хотел еще спросить, делает ли полиция какие-то исключения для кого-то? Например, на днях, буквально в Иерусалиме, прошли при огромном скоплении ультра-ортодоксов, похороны американского известного раввина Файнштейна. Я видел хронику, там очень много ортодоксов было без масок, и полиция не знала, по-моему, ощущение было, что полиция не знала, за кого хвататься, то ли оттеснять друг от друга этих людей, чтобы не заразили, то ли штрафы выписывать. Какие инструкции получает полиция вот именно в подобного рода ситуациях? Вы знаете, полиция, полицейские же не роботы. Полицейские должны действовать и рассматривать ситуацию, видеть ситуацию, и видеть, предвидеть, какие будут результаты этих действий. Поэтому, когда возникают такие определенные, очень серьезные ситуации, о которых вы говорите, предпринимаются определенные единичные действия, затем предпринимаются уже действия более серьезного характера, после того, как будет задействована технология, будут задействованы другие определенные инструменты. Я вам скажу, здесь самое главное ведь другое. Полицейского нельзя поставить на каждом месте, если люди прекрасно не будут понимать всю опасность ситуации, опасность того, что они собираются вместе и делают определенные вещи, которые запрещено делать и очень опасно, то тогда это все будет практически сведено к нулю. Есть определенные, конечно, да, происшествия, которые экстремальные, и не только похороны. И здесь вы прекрасно понимаете, что полицейским нужно действовать очень осторожно. Представляете, похороны – это очень серьезная ситуация, когда собираются люди почтить память и проводить последний путь. Вы понимаете, то есть полицейские здесь не бросятся разгонять толпу и применять средства. Это очень некрасиво выглядит. Поэтому нужно работать и думать, как работать и как действовать, чтобы действительно это было эффективно и это было правильно. Но когда речь идет об определенных нарушениях, которые происходят на свадьбах, определенные нарушения, которые происходят на других каких-то торжественных мероприятиях, там полиция действует бескомпромиссно. Там разгоняются, рассредотачиваются люди, выписываются штрафы и накладываются очень серьезные санкции. И в этом плане, конечно, продолжаем работать. И те люди, которые совершают и делают, организовывают эти торжества и свадьбы и так далее, они прекрасно знают, прекрасно понимают, что полиция может нагрянуть в любую секунду. И будут очень серьезные проблемы. Поэтому работаем в этом плане и не только, когда мы получаем определенные, естественно, сообщения в дежурную часть. Работаем в этом плане, конечно, оперативно, работаем технологически, получаем определенную информацию о каких-то мероприятиях, которые могут в потенциале произойти. И, естественно, действуем для того, чтобы это все предупредить. Во всяком случае, работа ведется, работа эффективная. И работа, самое главное, что мы видим все, прекрасно видим ее результаты. Израиль сейчас находится в очень серьезном процессе действительно продвижения, уменьшения очень серьезного количества инфицированных коронавирусов. Михаил, спасибо огромное за очень подробный, откровенный разговор. Спасибо, всего самого доброго, успехов. А главное, будьте нам здоровы. Спасибо. Спасибо, Миша, до свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok